Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я провожу серию бесед, называется «Во свете Библии открытым оком». Я много нахожусь времени в интернете, и до интернета часто встречался с разными направлениями христиан, кто носит название это, христиане. Ну, темы различные. На некоторые темы даже беседовать не надо, а некоторые требуют рассмотрения. Ну, так как я проповедник и миссионер, то беседовал очень много. Раз с баптистами, писятиками, адвентистами. Ну, разные-разные названия были. И вот особо у них слабое место – это о втором пришествии Христа. Если у меня было, допустим, 200 бесед, все до одной, до единой. Ими были не окончены. Или они понимали уже где-то на середине, что в самом деле у них ложь. Или же начинался крик, шум, и беседа прекращалась. Хотя перед беседой мы говорили, беседует один на один. С кем-то заранее договариваемся, мало того, еще даже условия запишем. И как шахматные часы. Начинаем по 15 минут, а потом по 10 или по 5. И если один говорит, ну, у меня все, то это не означает, что другой, которым еще есть доводы, не должен говорить. Заранее обговариваем, что после того, как один, как называют, выдохся, ничего больше нету, то противная сторона имеет право еще говорить около одного часа. Ну, как правило, почти не приходилось этим пользоваться. В Новосибирске мы беседовали с баптистами, но мне пришлось привести 72 места на эту тему. Это вопрос тысячелетнего царства, воскресение из мертвых, пришествие Христа, об Антихристе. Это у меня все описано, вот у меня книги вышли, 38 книг, называется «Открытым оком второй том». Здесь противосектантские беседы. Именно вот о втором пришествии Христа. Я несколько мест буду приводить, иногда буду просто называть места, поэтому, может быть, кто желает, взять и посмотреть, как это все выглядит. Я тут небольшую схему нарисовал, потом я покажу, о чем речь. Иногда говорят, что правильно, что высчитывают, и высчитать можно, когда Христос придет. На это есть места описания, которые опровергают. Матфея 24, 36. «О дне же том и счастье никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». И 25, 13. Матфея. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Деяние 1, 7. «Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти». Попытки определить пришествие Христа или кончину мира многократно предпринимали люди и, как правило, верующие. Но апостол Павел во втором послании к Крестовым и Кейсам 2, 1, 2 говорит так. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нам и посланом, будто уже наступает День Христов». Никто не знает. У Марка написано так. «Ни сын». Вся беда-то в том, что сегодня, как и прежде, многие толкуют сами. Мы православные, у нас это не принято. Шестой Вселенский Собор, девятнадцатое правило, запрещает толковать вопреки тому, как Господь уже открыл святым мужам Вселенской Церкви. Вот о тысячелетнем Царстве мы здесь более подробно поговорим. Как эти слова нужно будет понимать? Ну, в основном, на этой теме беседуют, беседуют, как правило, люди, которые уже много исследовали эту тему. Сочленяли одно место с другим, смотрели. Вот я скажу, у баптистов мне пришлось, допустим, присутствовало там 70 человек. Примерно 15 разных вариантов. Вот сколько голов, столько и умов. И друг друга они начинают опровергать, даже хотя бы в писанном виде. Потом отдельно начинаем беседовать, как вы к этому дошли. Я вот думал, мне казалось, ну, это не ответ, думал или казалось. Нужны абсолютно точные данные. Я сначала, видимо, схему покажу, как нужно понимать. вот эта вот схема небольшая. Вот Христос воскрес. 34-й год после Рождества Христова. Ну, не будем говорить, какие там ошибки исторические, 4 года это. Будем брать условно так, как принято считать. И вот последняя, дальше стрелка, это кончина мира. Часы Вселенной остановились. И больше ничего не будет. Что происходит здесь? Вот здесь. Первое. Это начало тысячелетнего царства. Я знаю, как люди на это реагируют. Да какое же оно тысячелетнее? Это когда 2000 лет прошло. Дальше мы посмотрим, что означает слово это. Вот здесь Христос воскрес, тысячелетнее царство. Здесь скован сатана. Когда он скован на тысячу лет, если мы поймем, когда он скован, мы сразу скажем, скован он, и одновременно наступает тысячелетие. Потому что эти слова связаны в одном стихе. Вот. Сатана скован. Я здесь вот как раз написал. Вот тысячелетнее царство идет, и оно заканчивается до пришествия Христа за три с половиной года. Вот это время, которое тысячелетнее царство, оно называется время евангельской проповеди. Кто желает более подробно, можете зайти на наш сайт к истине один народ рух. Вот оно где. Вот тысячелетнее царство заканчивается. А это три с половиной года время всемирного владычества антихриста. Три с половиной года. А что здесь дальше случается? Дальше антихрист, вот это время он царствует. Это время скорби, и сатана освобожден на малое время, на три с половиной года. Здесь что? Это всеобщее воскресенье, вот стрелка идет, пришествие Христа на облаках, восхищение церкви, страшный суд. Это все одновременно. Никаких тут десять вариантов, семь периодов пересчитывать, ничего этого нет. Христос воскрес, и Христос придет судить мир. Одновременно, вот в этом конечном, и восхищение церкви, и восхищение церковью правильными, ничего больше нет. Наступает вечность. Вот я написал страшный суд. Что такое страшный суд? Вот это последнее, когда всем надлежит предстать присудилище Христова. Ну и всеобщее воскресенье, праведное и грешное. И Павел в это время воскреснет, и Иуда, и Сталин, и Гитлер, и Серафим Саровский. Все одновременно, вот в это время. Потом, может, я еще раз к этому отойду. Это во втором томе у меня написано 470-я страница открытым оком. Ну, кто зайдет на наш сайт, он может это все увидеть. Вот несколько мест Писания, которые, ну, просто необходимо будет зачитать сегодня. Вопрос, почему Христос никогда, нигде не учил о тысячелетнем Царстве? Вообще нет, нигде. Ну, не может быть, чтобы такой важный период времени и даже намеком не было сказано. Святые Отцы говорят только потому, что это Царство показано под другими словами. Царство Божие не придет приметным образом. Вот как. А говорил, да, оно должно было прийти. А дальше как? Пока, если бы приблизил Царствие Божие, где оно приблизилось? Да в лице Иисуса Христа. А еще, Царствие Божие не пища и питье, но перечисляет праведность, радость, мир. Все. Вот оно наступило, когда с воскресением Христа. А почему? Вот эти эти почему сейчас мы постараемся рассмотреть. Евангелие от Матфея 13 глава 37-43 стих Жатва есть кончина века, а Жнецы суть ангелы стих 39 Тогда праведник воссияет как солнце в старстве Отца их стих 43 Матфея 25-31-46 Надо прочитать будет. Евреям 9-28 Так и Христос однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Нигде не говорится о трех пришествиях Христа. И как бы это ни называли сегодня те, которые тысячелетнее царство ждут, что оно наступит, потом пройдет тысячелетнее царство, а потом Христос явится. У них обязательно пришествие, второе пришествие будет третьим, а у некоторых даже бывает и пятым. Будет только два. Первое пришествие родился, и второе явится судить мир. Христос однажды принес себя в жертву, и во второй раз явится для очищения. И далее. Евангелие от Яна 5-28-29 Это Слово Божие говорит. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изыдут творившее добро воскресение жизни, а делавшее зло воскресение осуждения. Воскресение одинаково. Нигде не сказано в словах Христа, что воскресном праведнике, а потом тысяча лет пройдет, борьба с сатаной будет, ну то есть настолько разное толкование, числа нету. Одновременно. И оставьте расти до жатвы. И поясняют, какие? Пшеница и плевел. Пшеница, все согласны, что это верующие, а неверующие и люди, воюющие против истины, это плевело. И как? Оставьте расти вместе. Вместе. И притом наоборот, говорят, сначала плевело соберите и бросьте в огонь. Хотя все не православные, они толкают, сначала пшеницу соберет Христос за тысячу лет раньше, до последнего дня. Я покажу, что ошибка это не в один день, а в 365 тысяч дней, в году 365 дней и тысячу лет вот такая погрешность. Воскресение верных, верных будет не за тысячу лет до пришествия Христа, не за тысячу, а в последний день. Ну, слово последний, вот книга, последняя страница, в году последний день какой? 31 декабря. Ну, везде последний день означает, последний день человек живет, умер, что за этим? Ничего нет. Вот, что говорит нам Святая Библия. Я специально положил ее, чтобы она видна была. Вот это Святая Библия. Правда, у нас у православных здесь 77 книг, а у всех сектантов, и ретиков, как правило, 66. Они говорят, что им 11 книг эти не нужны, это апокрифы. Хотя, этими книгами пользовались святые отцы, и они всегда были, потому что, почему они не в каноне, а потому что их не нашли на еврейском оригинале. А после этого уже Серахова книга найдена, Даниила, уже там 13-14 глава. То есть, сегодня уже это надо пересматривать, даже православным, они должны быть занесены в канун. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 39. 40-й, 44-й и 54-й стих. Это выходит 4 свидетеля, согласно Слову Божию. Два места, это как два свидетеля считаются. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. В какой день воскресить праведников? В последний день. И не надо ничего здесь переиначивать, потому что Слово Божие, оно однажды сказано навеки. И далее. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную. Ну, о ком речь идет? Ну, ясно дело, христианом. Я воскрешу его в последний день. Как можно говорить, что он воскреснет за тысячу лет до последнего дня? Если последним днем называть начало какого-то мифического тысячелетнего царства, так он не последний день, еще тысячи лет. Последний день мировой истории. И мы это увидим. Что это означает? Это означает воскресение всех. Все воскреснут в последний день. Они так, для чего-то они за тысячу лет воскреснуты. Здесь такое сумбурное, темное, туманное толкование у неправославных. Я воскрешу его в последний день. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь, иметь жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. Если Христос так настойчиво постоянно говорит о последнем дне, надо думать, что ученики это очень хорошо поняли. Евангелие от Иоанна 11, 24, Христос спрашивает, веришь ли, что воскреснет брат твой? Марфа отвечает, сказала ему, знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день. Почему она не сказала за тысячу лет до последнего дня? Тут как помращение какое. Вот сидим беседами, ну последний день между собой уже люди разделились. Что такое последний? Давайте по Библии посмотрим. Может быть они понимали так, что последний это какая-то фикция, обман, неправильный перевод, как обычно говорят. Евангелие от Иоанна 12, 48. Отвергающие меня и не принимающие слова моих имеют судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. То еще речь идет о воскресении и о суде. А кто верит, что тысячелетнее царство будет здесь на земле буквально, при этой жизни, одни праведники, то у них суда здесь никакого нет, они просто воскресли. Никакого суда им не будет, никто из толкователей или лжетолкователей ни разу не говорил, что по их пониманию тысячелетнее царство на земле это учение хелиазма, оно давно уже возникло, что одновременно и суд будет, все соглашаются, суд, это уже последний день, все, наступила вечность. Матфея 22, 29, Христос сказал, когда по-другому понимают люди, заблуждайтесь, не зная Писания, ни силы Божьей, никаких трех пришествий не будет. Вот мы считаем как. А что такое тысячелет? Откровение 20 глава седьмой, восьмой стих и четырнадцатый. Когда же окончатся тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный и смерть и ад поверженный в озеро огненное. Это смерть вторая. А почему называется вторая? Тоже надо будет разобрать. Какая первая, какая вторая? Вот. смерть поверженный в озеро огненное. То есть после этого никто умирать уже не будет. Это конец. Конец тысячелетнего царствования. Нужно будет еще прочитать 1 Иоанна 5.16 о грехах, которые не прощаются, как и хула Духа Святого. 2 воскресенья. И легко это доказать. Адам был душой живою. Адам жил бессмертный. Но ему было сказано в день, в который вкусишь, смерть и умрешь. А он не умер. Еще будет знание израиля, еще будут у него дети. Но смерть-то была, была невидимая духовная. А вот от духовной смерти и должно быть духовное воскресенье. Никакая по счету была смерть первая. О смерти вообще речи не было. Адам умер духовно отступлением от Бога, нарушениями его заповедей. И воскреснуть от этого должно быть первое воскресенье. Блаженный Свят имеющий участие в воскресенье первым. То есть духовно воскресным. Как сын мой был мертв и ожил. Это Евангелие от Луки 15 глава. И послание к Ефесянам 2.5. Посадил на небесах. Хотя все еще ходят на земле. Об этом мы считаем у Колоссин. 2.11.13 В нем во Христе вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и со воскресли веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в не обрезании плоти вашей, оживил вместе с ним и простил нам все грехи. Оживил, но это и есть воскресенье. От первой смерти и первое воскресенье. Мы переживаем это сегодня. Сам Христос говорит, что всякий верующий перешел от смерти в жизнь. Евреям 12.22.23 Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судей всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Бытие 2.17. Еще раз повторим. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь смертью вечную. И для этого Бог посылает Сына Господь, Бог, который умирает за грехи людей. Вот, допустим, 2 Корица 5.10. Читаем. Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, что суд обязательно будет. А в какое время? В последний день. Слово, которое я говорил, Евангелие от Иоанна 12.48, оно будет судить в последний день. За последним днем ничего больше нет. Вот, читаем еще. Что значит связать сатану? Когда говорится, что сатана был связан на тысячу лет, нам трудно понять, а когда тысяча лет началось? Писание об этом не говорит. Но оно говорит, что связан и сразу наступило тысячелетнее старство. Связан на тысячу лет. Тут как можно этого не видеть? Наша задача найти, а когда сатана был связан? На это, говорят, ничего себе связан. Посмотри, что в мире делается. Не надо глядеть, надо Писание глядеть. А потом разъясним, почему и что мы видим. Второе послание Петра, 2 глава, 4 стих. Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суть для наказания. Связал. Так он связал его или нет? Узами адского мрака. Когда? У креста. На Голгофе. Больше нигде это не было. Сейчас мы это увидим. Матфея, 12, 29. Или как может войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? А что он расхищает? Души людей. А как может расхитить Христос, привлечь к себе души, если прежде не свяжет? Тут надо сказать так. Или это был не Христос, значит он не связывал сатану, а если Христос, значит тогда он из власти сатаны вырвал. И вырвал где? Ну когда сатана был связан. А где он был связан? Ну там, где Христос входил в преисподнюю. 1 Петра, 3, 19. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня. Кевреям, 2, 14. Особенно внимательны будьте к этому слову. А как дети причастны плоти и крови, то и он, Христос, так же воспринял омрия, дабы смертью лишить силы, имеющие державу смерти, то есть дьявола. Где? Смертью лишил силы, имеющие державу смерти, и поэтому он их расхищает, эти души. Призови имя, Господь не спасешься. Соверши крестное знамение, и дьявол рухнул, лишил силы, когда? Когда умер, своей смертью. Далее. 1 Иоанна, 3, 8. Для того, ты явился, Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Тут одно, или он его разрушил, дело дьявола, Христос, или это был не Христос, ничего не произошло. Для того, он явился. Если он явился, разрушить вопрос стоит так, разрушил он или нет? Если не разрушил, это не Христос был, его миссия не была выполнена. А если разрушил, как разрушил? Как? Он показал, как может расхитить сосуды, если прежде не свяжен. Евангелие от Иоанна, 16, 8, 11. Нас интересует, Сатана связан или не связан? И он, Христос, пришед, Дух Святой, обличит мир, о суде, о суде же, что князь мира сего осужден. Где он осужден? На Голгофе и лишил его силу. Евангелие от Иоанна. Так. Ныне князь мира сего, и изнан будет вон. Это уже 12, 31. И изнан будет вон. Дальше 14, 30. Уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. А это означает, что приговор Христу смерть был несправедлив. И согласно Второзаконию 19, 19, несправедливое обвинение падает на того, кто обвиняет. Это впервые было сказано, смерть, где твое жало? А жарло у смерти и грех. Христос безгрешен. А сатана приговаривает его к смерти. Он вырвал это жало. Жало смерти и грех. А греха во Христе нет. Как он мог его укусить? Еще. Каласиным, 2, 15. Отнял силу у начальств и властей. Властно подверг их позор, восторжествовав над ними собою. Опять отнял. Уже говорится в прошедшем времени, когда Христос, говорит апостол Павел, что это уже было, произошло, а не когда-то будет тысячелетнее царство. Во время, когда Павел говорил, он сатана уходит связан был. Только он один раз уточняет, где. Смертью своей лишил силы, имеющую державу смерти, дьяволу. Кефесянам 4, 8. 2 Тимофею 1, 10. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизни, не тленящее из благовестия. Значит, он разрушил смерть. Псалом 67, 19. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы испротивящихся могли обитать у Господа Бога. Где это было? Ну, принял плен, сошел в преисподние места, для того там было проповедано. Исайя 25, 8. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь. 1 Коринфянам 15, 53, 55. Осия 13, 14. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Раскаяния в том не будет у меня. И это все считается на Пасху. Потому что Господь победил сатану. Он разрушитель ада. Дальше. Можно прочитать еще второзаконие 5, 6, 10. Песня 4, 4. Что означает тысячи лет? Псалом 89, 5. Ибо перед очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. День один, как тысячи лет. То есть измерения совершенно не такие, как у нас. По часам, по минутам. Слово тысяча я доказываю из священного писания. Что означает? 2 Петра 3, 8. У Господа один день, как тысяча лет. И тысяча лет, как один день. Это продолжительность евангельской проповеди. Снова показываю. Христос воскрес, сатана связан. Далее. Сегодня время евангельской проповеди. За 3,5 года до страшного суда царствует Антихрист. Все. Всеобщее воскресение и восхищение церкви. Все в последний момент. Вот за восхищением ни одного дня на земле уже не будет. И я воскрешу в последний день. А праведники и грешники вот в этом и живут вместе. Оставьте расти до жатвы. Жатва кончина века. И выйдут ангелы. И прежде соберут плевелы. А протестанты все говорят, нет, сначала пшенисту за тысячу лет. Но совершенно писание не понимает. Как за тысячу лет, когда определенно и четко говорится, что сначала плевелы соберут. Эфесянам 2,2,2,2,2,3,3. Вы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Чтобы были в то время вы без Христа, отчуждены от общества израильского. Чужды заветов обетования не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Откуда понятие о тысяче летнем царстве? Откровение 20 глава 1-4 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона-змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет, после чего ему должно быть освобожденным на малое время». Это намерение дабы. А вас будет смущать? Конечно, будет. Но только в пределах, как у собаки на цепи. Вот лев сидит на цепи, он в пределах цепи может, кто к нему подойдет, а дальше он не может. Дабы всякий верующий в него имел жизнь вечную. А все ли иметь жизнь вечную верующие? Далеко не все. Многие потерпели кораблекрушение в вере. Мы спасены в надежде. Вот надо все в священном писании на свое место поставить. Блаженный Августин и другие толкователи понимали так Откровение 20 главе 1-4 стих. Вот читаем мы Евангелие от Иоанна 12-31, 1 Иоанна 3-8, уже читали, и основал, как он церковь свою, Матфея 16-18, которую не одолеет никакая ересь. Псалом 104-7-8. Он, Господь Бог наш, по всей земле суды его, вечно помнит завет свой, слово которое заповедал в тысячу родов. Слово тысяча, тысяча родов. Но если взять сегодня в буквальном понимании тысячу родов, ну один род возьмем, ну 20 лет или 25, то тысячу это 25 тысяч лет. Но все понимают, что к концу мир подходит. Там и Чипа уже все, под этого подогнали. Да как всего-то от Адама 7500 лет. 7000. По другой хронологии еще меньше, по-еврейской. Там 6 всего с чем-то. А это 20-25. Ну явно, что не тысяча. Тысяча это много. Поняние. Послание к римлянам. Что означает смерть? 6-4. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Вот оно, первое воскресенье. Для новой жизни во Христе и со Христом в жизни. За пределами гроба. Филиппийцам 1.23. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом. Потому что это не сравненно лучше. Человек умирает и быть не в забвении, а со Христом. В тысячу родов. Это Псалом 104.8 об этом говорит. Ну и 89-й Псалом говорит. В тысячу родов. В тысячу родов. И падут под тебя тысячи и десять тысяч родисловия тебя. Не надо понимать буквально, что десять тысяч падут, а одиннадцать не падут. Это условно. Все говорится, что много. Лука 15.32. А о том надо было радоваться, веселиться, что брат твой сел, был мертвый и ожил, пропадал и нашелся. Он воскресил нас. Это послание к Ефесянам 2.1. Во нас, мертвых, по преступлениям, воскресил. Речь идет о воскресении от мертвых дел. Когда мы уверовали, приняли Христа, в свою жизнь пустили. Дух Святой вошел в нас. В это время случается рождение свыше, новая жизнь. Прежняя умерла. Тысяча дней от царства существует сегодня. Вот из Икиля читаем 9.4. А говорят, а как же так? На тысячу лет там запечатленное. Об этом говорим так. Из Икиля 9.4. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающих среди него, сделай знак, начертание или печать. Так это еще при языке Илли было, до новой эры, как до Рождества Христова. А эту печать, начертание знака кто-нибудь видел? Никто не видел. Бог помещает своих, а сатана своих. И люди, которые не уверовали во Христа, начиная от рождения Христа, они все с печатью Антихриста. Мы же не боимся сказать, что Сталин был Антихрист, Гитлер был Антихрист, а Евангелист Иоанн говорит, и много появилось Антихристов. Святой Кирилл Иерусалимский, прочитая их, как говорит, он говорит, сатана знает, что не будет ему уже прощения на суде, не через служителей своих, но сам, наконец, явно воздвигнет брань во всяких же знамениях и чудесах ложных. Когда говорят, ну вот это, Папа Римский, то просто написано, явится человек греха, не человеки. Сын погибели, не сыновья. Это надо просто умышленно извращать Священное Писание. Это один. Иной, не иные явятся, а иной. Во имя свое Христос, говорит, и его примите. Вот что говорит об этом Ефрем Сирин, это 4 век. Явится Христос на облаках со святыми ангелами судить живых и мертвых и воздать каждому по делам его, ибо действительно страшно Христову во славе пришествия. Чудное дело Христолюбцы, что небо внезапно раздирается. Земля изменяет свой вид, мертвые восстают. Земля представляет тело человеческое, каким приняла его. Не оказывается даже недостатка в человеческом волосе перед судею, потому что как каждого прилагает Бог не тлением. Все приемлют тело сообразно собственным делам своим, и от концов земли ведутся все на суд. Тогда, братья мои Христолюбцы, все человечество будет стоять перед Христом. Никакого тысячелетнего в буквальном смысле царства нет. Так никто не понимал, даже и святых. Иоанн Златоуст говорит, тогда явится знамение Сына Человеческого. Ну, об этом говорит Самбатфея 24, 30. Я еще ни разу ни от одного из сектантов не услышал, что такое за знамение. Христос, и не написано знамение, а потом затем, ну не вот так, Христос придет, а затем Христос придет. Иоанн Златоуст говорит, это животворящий крест Христов, который светлее солнца, так как солнце помрачается и скрывается, а крест является. Он не явился бы, если бы не был гораздо светлее солнечных лучей. Крест же приносит для того, чтобы грех иудеев сам собой осудился, подобно тому, как если бы кто-нибудь, будучи поражен камнем, стал показывать сам камень камнем или окровавленные одежды. О вечности мучения, об этом говорят все святые отцы. Игнатий Богомосец учил, что всякий лжеучитель, как скверный, пойдет в неугасимый огонь, равно как и тот, кто слушает его. Иустин мученик, философ, пишет, мы научены, что те только достигнут бессмертия, которые приближаются к Богу святостью жизни и добродетелю. А те же, которые живут несправедливо, неправильно и не раскаиваются, мы веруем, что они будут мучиться в вечном огне. Одних Бог сделает нетленными, бессмертными и беспечальными в вечном и нарушимом царстве. Других пошлет в вечный огонь. Грешники будут мучиться вечной. Это Исайя 66, 24. И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червих не умрет и огонь их не угаснет. И будут они мерзостью для всякой плоти. Даниила 12, 2. И многие спящих во прахе земли пробудятся одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Так понимали иудеи, так поняла Марфа. Знаю, воскреснет в последний день. А почему написано не все, а многие? Священное Писание неоднократно так говорит. Слово многие заменяет все. Матфея 18, 8. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Об этом 25, 41, 46, Марка 9, 43, 48. То есть, это не одно место, которое об этом говорит. Еще откровение 20 глава 10 стих. Там написано «Я ангел сошел, связал». А кто такой ангел? Сатану, кто связал? Имеющий силу? Христос. А почему он ангел? Ну, считайте Малахия 3 глава 1 стих. Ангел Завета. В одном стихе ангел называется Иоанн Креститель и тоже сразу называется ангелом сам Христос. Он сам себя называет. Идеал прещавший вержин в озеро огненное серное, где звери лже-пророк и будут мучиться день и ночь во веки веков. О каком вечном исчезновении говорят от адвентистов седьмого дня? Иоанн Заветаус говорит так. Бог предупреждает вечным мучением пугая, чтобы человек не попал туда. Дьявол закрывает все, как яму когда делает для животных хворост, потом мертвой ногой делает следы, чтобы зверь рухнул там на заостренные колья. Итак, кто говорит, что Христос придет несколько раз, будет ищетие от царства, то они рано или поздно предстанут перед таким фактом, говоря, что воскресение из мертвых уже было и тем совращают людей. Апостол Павел напоминает о таких. Мы не можем никто сказать воскресение было. Почему? Когда Христос придет, мы воскресаем, история веровая закончилась, говорить уже некому. Лука 20, 35, 36. А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, не замуж не выходят и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. О точном времени, что никто не знает, мы уже прочитали об этом. Антихрист будет из колена Данова. Это Бытие 49, 16, 18. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад на помощь твою надеясь Господи. Амолоса 8, 11, 14. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошу на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господни. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне и не найдут его. В тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят жив Бог твой Дан и жив путь не папа римский, не папство, а один из колена Данного. Жив Бог твой Дан. Еще в Откровении 7 глава с 1 по 8 стих перечисляется колено. Из какого колена кто спасен? Я спрашиваю, беседая когда с сектантами, я говорю, а вы заметили, что там одного колена нет? Как нет? У всех Библия. Ну открывай, давайте колено сначала перечислить какие? Перечислили правильно. Теперь найдите колено Данного, его там нету. Да что, евангелист Иоанн не знал, что колено Данного это действительно оно существует и везде оно перечисляется. А почему нет? Ответ такой считает, что потому что из него происходит антихрист. Вот какая причина. Снова повторим. Так, вот Христос воскресает. Христос воскрес. Вот здесь начало тысячелетнего царства, время евангельской проповеди. Здесь связано сатана, вот сатана скован на тысячу лет. Это все на нашем сайте можно. Дальше, здесь Христос приходит, прямая линия, это две тысячи или три тысячи лет, тут не имеет значения никакого, время евангельской проповеди. Здесь что, воскресение всеобщее, восхищение церкви, страшный суд, а вот здесь три с половиной года Антихрист придет из колена данного и сядет он отстроенным заново третьим Соломоновым храме в Иерусалиме. Не где-то, а именно в Иерусалимском храме. Вот что мы узнаем из Священного Писания. Я это очень кратко взял. Ну, кто предуготован к вечной жизни, ему этого достаточно, а кто прописан в другом месте, для него этого будет недостаточно. Богу нашему славу во веки веков. Аминь.